А вот сегодня на совещании у главы белорусского государства обсуждались актуальные вопросы сотрудничества и выполнения ранее достигнутых договоренностей на высшем и правительственном уровне с Российской Федерацией. Президент с сожалением отметил, что в канун переговоров со своим российским коллегой части решений так и не были выполнены, а сроки по выходу на приемлемые для союзников развязки по так называемому налоговому маневру, определенные еще в апреле прошлого года в Санкт-Петербурге, фактически сорваны. Александр Лукашенко напомнил, что на основе решений двух президентов схема компенсации потерь в нефтепереработке должна была быть найдена и утверждена до конца текущего года. При этом, несмотря на заверения союзника, переговоры на уровне правительств были приостановлены, а Беларусь продолжает нести существенные потери. На сегодня они уже превышают 4,5 миллиарда долларов. Мы должны были начать в середине этого года и закончить к концу этого года вопросы по ценам на газ. Мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах с Россией и российская часть должны будут ответить на этот вопрос. Почему принятое двумя президентами решение в Питере, мы приняли это решение, не было исполнено в этом году. Сегодня, в канун, как я уже сказал, переговоров, переговоры будут непростыми. Вы все это прекрасно понимаете. Я хотел бы обсудить с вами, как будем двигаться дальше в решении интеграционных вопросов, непреклонно уважая суверенитет двух стран и особенно выбор наших народов, россиян и белорусов. Вопросы по газу на 2019 год цены урегулированы. Пусть это в два раза дороже, чем в России, но в 2019 году, вот уже три года подряд, включая 2019, мы договорились о ценообразовании на природный газ. Что касается налогового маневра, вернее цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра, как я уже говорил, мы потеряли почти 4,5 миллиарда долларов. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, это еще 10,5 миллиардов примерно долларов, мы понесем потери. И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано, что мы никогда не пойдем на ухудшение ситуации в Белоруссии экономической, мы компенсируем потери от налогового маневра. Это были обещания, и мы понимали, и готовы были вести переговоры, как будут складываться цены на газ. Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, и было принято решение, и заявление было первого вице-премьера Силуанова, который вел с вами переговоры, что, да, потери Белоруссии немалые, и мы готовы компенсировать эти потери за счет бюджета. И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос, почему остановились эти переговоры, когда, в принципе, все было готово для принятия решения, ну, даже на союзном совмине в Бресте. И наши действия на перспективу, и в частности, на переговорах завтра с президентом Российской Федерации. Какова наша позиция? Вариантов много, я их все прочитал, которые вы письменно мне представили, но мы должны четко понимать и свою позицию обозначить, и отставить все на переговорах завтра в Кремле. При этом президент обратил внимание, что наши отношения с Россией строятся на системной и плановой основе. Утверждены приоритеты союзного государства на ближайшие пять лет, и союзники вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка и идут к формированию общего правового пространства.